Вы смотрите новости Татарстана в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте и вот о чем расскажем. Алабуга. Что было, есть и будет. Какие компании появились в особой экономической зоне Алабуга в этом году и что появится еще, после заседания наблюдательного совета узнал Рамин Шайдулин. Новый год еще только на пороге, а Дед Мороз уже сделал главный подарок самым маленьким жителям Салават Купере. Мы хотим воспитать таких детей, которые будут делать что-то своими руками. На открытии детского садика, который третий за последние две недели, побывала и Алия Хайруддинова. Зима без снега. Снега нет, народу нет, поэтому лед. Как текущий декабрь попал в климатические топы, расскажет Салават Мухаммадуллин. Автомобилисты довольны, пешеходы нет. Очень сильно гололед, невозможно с ребенком ходить. Как жители Альметьевска отреагировали на эксперимент с отказом от использования реагентов? И что думают на этот счет чиновники? Филюза Хамедулина. Сегодня Россия прощалась с Махмудом Ахметовичем Гореевым. Генерал армии в отставке, знаменитый татарин, скончался в Москве 25 декабря на 97-м году жизни. Махмуд Гореев до последних дней оставался в строю, вел активную жизнь, являлся президентом Академии военных наук. Сегодня проводить в последний путь ветерана Великой Отечественной войны, народного героя, в Подмосковье приехали сотни людей. Прибыла в Подмосковье большая делегация из Татарстана во главе с Фаридом Мухаммедшиным. О том, каким этот выдающийся человек был в обычной, не военной жизни, в репортаже Дины Газалиевой. Его все татары называли «наш генерал». Он был настоящий. Настоящий во всем. Искренний, смелый, патриот Родины и человек, гордящийся своей национальностью. Махмуд Ахметович Гореев. Прошел шесть войн. Награжден 19-ю орденами генерал армии. Махмуд Ахметович был и большим другом нашего телеканала. Часто давал интервью, делился своим опытом. При этом обязательно по-доброму подшучивал над нами. Рассказывал свежие анекдоты и никогда не отказывался от участия в мероприятиях Татарстана. С присущей ему целеустремленностью в последние годы Махмуд Гореев боролся за сохранение правды о войне с фашизмом. Ленинград не надо было защищать, Москву не надо было защищать, Гитлеру не надо было сопротивляться. Пили бы баварское пиво. Это все люди, они свои деньги зарабатывают, отрабатывают то, что им поручается, для того, чтобы вызвать смуту внутри нашей страны. Глупости это, конечно, потому что если никуда не ходить, никуда не вмешиваться, как может государство отстаивать свои национальные интересы. И вот нашего генерала не стало. Это очень внезапно обрушившееся на всех горе, и так жаль, что не дожил легендарный фронтовик до годовщины Великой Победы. Сегодня с Махмудом Гореевым прощалась не только Москва. На церемонию, которая проходила на мемориальном кладбище Министерства обороны в Подмосковье, приехали сотни людей. Из разных регионов, воинских частей, ученики Махмуда Ахметовича и близкие по духу люди. Я благодарю следующее поколение нашего военного руководства. Молодые офицеры будут учиться долго, долго на этой труда, на эту работу. Один раз был очень молодым, и в погоне, в охоту от Махмудовича Борисеяна, и до 90-60 лет дожив с уважением и с чувством ответственности, и говорил честь иметь. Слово честь иметь. Слово честь иметь. Самые главные оценки и офицера, и генерала. Его книги, они являлись способными для нас, для офицеров, того и они сейчас являются нестольными. Легендарный фронтовик Махмуд Гореев без преувеличения знал всю правду о войне. Он был в числе тех, кто оборонял Москву в 41-м, воевал под Ржевом, освобождал Европу от фашистов и воевал на Дальнем Востоке. А потом был Афганистан и еще ряд горячих точек. Сохраняя историческую память, Махмуд Ахметович сумел найти документы, подтверждающие подвиг Мусы Джалили и его соратников в гитлеровских застенках. Похоронен Махмуд Ахметович Гореев рядом с героем России Михаилом Калашниковым со всеми воинскими почестями. В воскресенье страна прощается и с народной артисткой СССР, художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек. В Казани она была в 2016-м. Тогда в интервью «Реальному времени» она сказала, по неведомым мне причинам, предложение поехать в Казань мы никогда не получали. Подробности читайте в интернет-газете. К другим новостям. Рустам Мениханов сегодня провел итоговый в этом году наблюдательный совет особой экономической зоны Алабуга. В современной точке развития республики. С начала 2019-го Алабуга пополнилась минимум шестью новыми резидентами и теперь здесь производят расширенный спектр товаров. Три, два, один, пуск! Так обратный отчет начинал новый этап в строительстве, когда резидент Алабуги, немецкая компания «Бернер» открывала свой первый в стране завод по производству монтажной пены. Объем выпуска до 10 тысяч тонн в год, в том числе на строительство российского жилья. Сегодня строительная отрасль требует качественных современных продуктов. Вот компания «Бернер», она сегодня имеет такие уникальные технологии, которые уникальны для нашей страны. Как и эти технологии 4.0. В июне в особой экономической зоне открывали завод по производству жидких пестицидов, где благодаря автоматике производительность выше средней в два, а то и в три раза. В проект вложили 4,5 миллиарда рублей. Но условия должны покрыть все затраты. Наш сотрудник, выходец из Татарстана, рассказал о замечательной зоне Алабуга. Я сначала сказал ему, это все вранье, такого не может быть. Но потом, когда ребята поехали, проверили, прошли по заводам здесь, поговорили, говорят, да, действительно так. Когда резидент приходит в Алабугу, ему подбирают площадку, где есть свет, газ, инженерные сети, дороги. Рядом есть железная дорога, плюс пониженные налоги. Несколько лет Алабуга – лучшая особая экономическая зона Европы. С недавних пор она один из центров автопрома. Сегодня здесь готовят к выпуску машины «Аурус». Здесь же находится завод «Форд Соллерс». Зона развивается. В текущем году еще на 5 новых компаний. Три компании открыли свои производства. Сегодня 6. 57 компаний зарегистрированы. 33 из них уже работают, а со следующего года откроется еще несколько. Об этом стало известно сегодня на заседании наблюдательного совета Алабуги. Его провел Рустам Миниханов. Если на прошлом заседании здесь одобрили 6 проектов, то сейчас еще 3. Инвест-проекты фирм «Карбоформ», а сейл-холдинги «Экопак». Последние будут производить биопосуду из целлюлозного волокна. Рамиш Айдулин, ТНВ, Алабуга, Казань. Сегодня Дед Мороз порадовал сразу 350 детей казанского микрорайона Салават-Купере. Там открылся такой долгожданный детский сад. Построен он по нацпроекту «Демография». В микрорайоне сейчас проживает почти 20 тысяч человек. Потребность в соцобъектах колоссальная. Что получили в этом году и будут получать, далее расскажет Илья Хайрудинова. Маленький Ранель корпит над 3D-открыткой. Пока помогает мама. Сегодня в садике день открытых дверей. У нас как раз окна смотрят в этот садик. Каждое утро мы просыпались и смотрели, насколько продвинулось строительство. Со вкусом сделано. Очень нравится. И игрушек очень много. Детсад «Друзья» строили по нацпроекту «Демография». Управились за год. Везде развивающая среда музыкальной и спортивной залы. Будет работать логопед-учитель татарского. Я пью с вас сегодня. Особенно понравилось овощи кучить. А еще будут сотрудничать с одним из казанских лицеев. У них очень большой стадион есть футбольный. Есть каток, где мы можем, например, наших детишек уже с маленького возраста ставить на коньки. За последние две недели в Слават-Купере открылись три садика. Этот рассчитан на 220 мест. Однако этого жителям микрорайона недостаточно. Чтобы увеличить количество мест, закупили специальные вот такие трехъярусные кровати. Таким образом, количество детей увеличилось до 350. Три детсада, поликлиника, МФЦ, отделение почты, площадка для сельхозярмарок и даже кинотеатр. Это все построили в Слават-Купере в уходящем году. На 20-й планы тоже серьезные. Строительство новой школы. И мы надеемся к 1 сентября эту школу открыть. Уже принято решение о строительстве еще двух детских садов. Алия Хайрудинова, Алмаз-Зеединов, ТНВ, Казань. Что будет царской ратушей? Сегодня судьбу объекта культурного наследия решали эксперты на встрече с собственником. Они осмотрели здание внутри и снаружи. От первоначального облика, по их словам, остались лишь очертания. Они настаивают на том, чтобы зданию вернули исторический вид. Зарина Ахметова выслушала мнение сторон. Это главное здание административное этого вообще города. Сейчас снесли вот эту часть мезонина. И хотят настраивать третий этаж. Крыша разобрана, мезонин разрушен. Здание Арской ратуши 1853 года постройки пустует. Эксперты оценивают ущерб, нанесенный объекту культурного наследия. Говорят, браться за реконструкцию без утвержденного проекта собственнику было нельзя. В любом случае должен был человек представить проект. Проект никто не видел пока. О реконструкции без разрешения мы рассказывали еще в ноябре. Когда, несмотря на все предупреждения, строители продолжали работать на объекте. Только после визита Комитета по охране объектов культурного наследия, правоохранители и юристов стройку приостановили. Что осталось от истории после такого незапланированного ремонта? Сегодня специалисты лично пообщались с владельцем здания. Где проект? К сожалению, проект только в голове, да? Ого! Если бы... Как не делается? Вообще, в любом случае. Владелец утверждает, документов, которые бы подтверждали особый статус объекта, ему не выдавали. Разбирать здание он тоже не собирался. Только отремонтировать. Задача была вскрыть все окна, которые здесь замурованы. И дать ему первозданный вид. Идея же она была такой. 14-го числа в 11.00 к нам снова общественные организации присылают видео о том, что вы здесь продолжили работу. Кирпич принимался здесь в этот день. Какой кирпич принимался? Вот смотрите, по состоянию на 12-е. Вот нужно было это вот в этот момент остановить. Сейчас за ситуацией следит и следственный комитет. Возбуждено уголовное дело. Кроме того, здания должны были законсервировать, закрыть крышу и окна. Но и этого не сделали. Мы будем идти также на предъявление исковых требований об обязании провести консервационную работу. Потому что сегодня здание фактически из-за климатических условий также разрушается. Окончательное решение еще не принято. Впереди у собственника еще суд. В любом случае эксперты настаивают на том, чтобы зданию вернули исторический облик. Зарина Ахметова, Игорь Романов, ТНВ, Арск. Наша редакция сегодня получила приятную новость. В дома жители Кряшурановского сельского поселения Муслюмовского района наконец дали воду. Две недели назад мы рассказывали о том, как из-за поломки водонапорной башни, а после из-за того, что ее не могли починить, без воды оставались 120 домов. Спасал лишь родник. После работы нашей съемочной группы районные власти пообещали решить проблему в недельный срок. И решили. Погода такая, что Дед Мороз потеет. Говорят нынче про зиму 2019. Почти завтра Новый год, а зимы все нет. И вряд ли будет. На катках искусственный снег, пункты проката лыж без прибыли. И это при том, что лето 2019 было самым холодным за последние 25 лет. Когда придет настоящая зима и выпадет новогодний снег, узнавал Салават Мухаммадуллин. Зима ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе. Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин. Наш великий классик, как в воду глядел. На пороге практически уже Новый год, а у нас, как это сейчас модно говорить, европейская зима. На трассе только одинокий лыжник, а на двери пункта проката зимнего инвентаря табличка закрыта. Под ногами только лед. В снежки им точно не поиграешь. Снега нет, народа нет, поэтому лед. Но профессионалы, более-менее, которые стоят на ногах, катаются. А любителям делать нечего? Ну, могут переломаться. На свияге и елке у чаши искусственный снег. Естественный, как только появляется, сразу тает. Как говорят метеорологи, дело в Атлантическом океане и его потоках. Под воздействием прихода теплых воздушных масс с Атлантического океана. Атлантика всегда теплее в зимний период, чем континент. Континент выхолаживается. Тем более сейчас у нас солнечное солнцестояние прошло. Зато для метеозависимых людей декабрь был идеальным. Он стал самым комфортным за 120 лет с точки зрения перепадов атмосферного давления. Но глобального потепления это не отменяет. И январь будет теплее нормы, и февраль также. И такого рода зиму часто в последнее время называют европейской зимой. Казанцы разделились на два лагеря. Кому по душе и кто ждет, не дождется снега. Ну, как автовладелец, скажу, что есть свои плюсы. Потому что не надо чистить машину, дороги, чистую ездить. Удобно, комфортно, меньше пробок. Если был бы снег, то снег бы попадал в обувь, и там все растаяло, было бы мокро. Очень плохо. Надо снег обязательно. Почему? Хотя бы на лыжах хотят покататься. Но Новый год без снега не пройдет. По прогнозам, снегопад ждем с 30 декабря по 1 января. Но на этот раз он точно не должен растаять. Небесная канцелярия обещает. Слава Тухмадуллин, Ренат Сахин, ТНВ. Казань. Как преобразятся городское водохранилище и озеро, что будет с открытием особой экономической зоны? Сегодня на встрече с журналистами на эти и другие вопросы ответил глава Альметьевска. Первая пресс-конференция Тимура Нугуманова началась с острых вопросов. Один из них – не совсем удавшийся эксперимент отказа от реагентов. Ильдар Мубаракшин знает дороги Альметьевска от А до Я. Такси с 20-летним стажем. Говорит, без реагентов обойтись можно. И гололеда нет, и резина целая. Наши обуви портятся и на машине слишком внутрь таскаются. Да, потихонечку можно ездить. В этом году по просьбе жителей вовсе решили отказаться от использования реагентов, а сделать упор на очистку и своевременный вывоз снега. Реагенты нужны в плане того, что, например, на спусках, на подъемах. Даже разницы не заметят. То сыпали, то не сыпали. Мне как-то нормально. Эксперимент с отказом от использования реагентов завершен. На количество ДТП это никак не повлияло, а даже наоборот. Есть снижение аварии, говорят инспекторы. А вот пешеходы не в восторге. В некоторых местах тротуары словно катки. Жители просят посыпать их реагентом, чтобы лед под ногами растаял. Очень сильный гололед, невозможно с ребенком ходить. Первый вопрос журналистов об этом же, что показал эксперимент. Здесь, конечно, нужно найти золотую середину. На будущее мы однозначно, и я хочу сказать, да, песок это точно не выход. Поэтому мы будем работать дальше комбинированно. Заливать все массово мы не будем. Будем минимизировать. Но работать без реагентов полностью невозможно. Относущих вопросов к будущему города. Это реконструкция городского водохранилища. Масштабный проект не только для республики. На градостроительный конкурс заявили 150 архитекторов со всего мира. Мы поставили задачу, ну и финалисты приедут, мы с ними подробнее пообщаемся. Мы говорим о том, что там должна быть, во-первых, сохранена максимально природная среда. Мы не хотим превращать это в каменные джунгли. При этом эта территория должна быть максимально интегрирована. Еще одна важная тема – строительство особоэкономической зоны Алма и нового комплекса по переработке мылиинового ангидрида. Не пострадает ли экология? Только таким образом наша экономика станет диверсифицированной, развитой, менее подверженной каким-то рискам. И самое главное – на городе будут рабочие места, будут налоговые отчисления, и территория будет дальше развиваться. Здравоохранение, образование, очистные сооружения – говорили обо всем. Тимур Нагуманов подчеркнул – Альметьевск будет развиваться и останется социально развитым районом. Филюзаха Медулина, Эрик Абибуллин, ТНВ, Альметьевск. Вы смотрите «Новости Татарстана» и вот о чем далее. Остались на улице в канун Нового года. Как помочь семье с двумя детьми после пожара в Буинске, знает Наталья Мезина. Ёлка по-татарски. Всех детей поздравляю всех гостей. С наступающим Новым годом! В старо-татарской слободе Казани открылся праздничный ёлочный городок. О его особенностях – Рамиль Шайдулиан. Казанскую синагогу сегодня посетил Рустам Миниханов. Президент поздравил иудейскую общину с Ханукой. Один из главных праздников еврейские общины в России начали отмечать в прошлое воскресенье. Рустам Миниханов поблагодарил главного раввина Татарстана Ицхака Горелико за существенный вклад иудейской общины в укрепление мира и согласия. Президент также подчеркнул – каждый является неотъемлемой частью дружной семьи народов Татарстана. Я хочу всех вас поздравить. Нам очень важно, чтобы в нашей республике, какой бы ты веры не был, какой бы национальности не был, мы могли сохранить вот эти традиции. Мы приводим пример на то, что вот евреи, они же тоже, значит, ну, очень сложные жизни, была разная ситуация, но тем не менее, тем не менее, вы сохранили вот все эти традиции. Она огромная история. Количество поручительств от гарантийного фонда Татарстана субъекта малого и среднего бизнеса выросло на 169%. Об этом журналистам сегодня сообщил заместитель директора фонда Расим Усманов. Объем выданных по поручительствам денежных средств вырос на 120%. Усманов напомнил, что фонд в этом году занял первое место среди региональных гарантийных организаций по объему кредитов, выданных под поручительства, кроме городов федерального значения. На сегодняшний день уже предоставлено 265 поручительств субъектов малого и среднего предпринимательства. Объем предоставленных поручительств свыше 1 миллиарда 400 миллионов рублей. Поздравления и подарки в преддверии Нового года. Банк Аверс определил победителей своей акции. Кто получил призы, расскажет Салават Мухаммадуллин. Подведение итогов и награждения первых победителей акции в Новый год с умным помощником состоялось в головном офисе Банка Аверс. Я благодарю вас за то, что вы являетесь клиентами нашего банка. Мы дорожим вами, стараемся сделать наши услуги более интересными и качественными. Сегодня мы подводим итоги акции и во всех офисах Банка Аверс победители будут получать призы. Для участия в акции с 1 ноября по 25 декабря 2019 года нужно было оплачивать товары и услуги карты Банка Аверс или совершать покупки на сайте кэшбэк-сервиса Банка. Победителями акции стали 29 участников, совершивших наибольшее суммарное количество операций и один участник, осуществивший на сайте кэшбэк-сервиса покупок на максимальную сумму. Мы очень рады, у нас переполняет эмоции такой неожиданный подарок в преддверии Нового года. Спасибо Банку Аверсу за акцию. Среди победителей оказались и работники ПАО Нижнекамск-Нефтехим, Казань-Роксинтез, ТГК-16, ТАИФНК и других предприятий республики. Все они получили в подарок компактную умную колонку с Алисой для дома. Дом сгорел как спичка за 20 минут. Пожар в Буинске лишил всего имущества молодую семью с двумя детьми. Горе произошло как раз в канун Нового года 22 декабря на улице Комарова. Говорят, все началось с электросчетчика. Жить семье негде на протяжении сюжета. На экране будет указан номер с реквизитами банковской карты. Если нечем записать, достаньте телефон, сфотографируйте. Давайте не оставим их в беде. 22 декабря стал роковым в семье Петровых. В воскресный вечер ничего не предвещало беды. Глава семьи Олег на работе, жена с двумя детьми дома. Мы находились дома, разговаривали, как обычно. Мы вот сюда сели, и дети вот тут все втроем сидели. Я обратила внимание, что какое-то осветление в области счетчика. Электросчетчик и стал причиной пожара. Пламя от него, говорят, охватило дом в считанные секунды. Регина успела вывести маленьких дочерей на улицу и стала звать всех на помощь. Прибежала сюда, обратно хотела, что-то тушила, что-то одновременно понимала. Телефон тоже набирала и говорила, что мы горим. Пожарные приехали быстро, но спасти имущество не удалось. За 20 минут семья лишилась единственного жилья. Сочетано минуты, как спичка. Чудом не пострадали только документы. Молодая семья купила дом 7 лет назад на мат-капитал. Своими силами сделали ремонт. Я когда увидела, как два маленьких ребенка босиком на снегу стоят в домашней одежде, сразу прибежала на помощь. Дала лекарства, одежду. Очень хорошая семья у них дружная, скромная. Жили без излишеств, простые рабочие. Девочкам по 7 и 10 лет. Неравнодушные люди уже принесли одежду, обувь, школьные принадлежности. Семья просит помочь с восстановлением дома. Жить им больше негде. Люди помогают, что там одежду все поднесли. Спасибо огромное. Сборы тоже идут. Помочь семье Петровых можно денежным переводом на банковскую карту. Ее реквизиты на экране. Мы так щедро дарим подарки на Новый год. Давайте поделимся и с Петровыми. Наши зрители уже не раз помогали в беде. Так материальная помощь была оказана двум семьям из Арского района. В августе из-за пожара они остались без крова. Дом семьи Аскаровых из деревни Большие Кармалы Камско-Устинского района сгорел в мае. Тогда, в том числе и с помощью денег, собранных от зрителей ТНВ, удалось собрать деньги на покупку нового дома. Наталья Мезина, Ранис Ахмешин, Айрат Насрулов, ТНВ, Буинск. Дед Мороз на санях попал в объектив камеры Рустама Миниханова. Сегодня президент Татарстана удивил своих подписчиков. Он выложил праздничный вариант традиционного утреннего фото у себя в соцсети. На анимации один из символов Нового года в упряжке с оленями переезжает площадь Свободы и машет рукой. Отметим, что публикация пришлась по душе подписчикам. Ролик уже посмотрели почти 60 тысяч пользователей. Праздник в сладость. Необычная новогодняя елка сегодня открылась в старо-татарской слободе Казани. Это целый елочный городок, где есть тоннели из хвойных арок и ледяные горки. Попасть на них непросто, а главное вкусно. Здесь угощают татарскими сладостями, паят глинтвейном и горячим чаем. Сейчас на месте работает и наш корреспондент Рамиль Шайдулин. Тот самый случай, когда новогоднее настроение начинается прямо у входа в самом центре старо-татарской слободы. Вот эти заветные цифры 20-20 словно сами зовут на праздник. А он и вправду сегодня есть. Стоит только на него попасть. Очень нравится, очень организованно. Детям тоже нравится. Здесь все очень красиво и новогодняя атмосфера. Того, что сейчас происходит на сцене и вокруг нее, наверное, бы не было без главной виновницы торжества. Вот этой 15,5 метровой красавицы елки, шары и десятки звезд на ней засияли, когда в старо-татарской слободе сказали «Елочка, гори!» Несколько локаций, и елка, и элементы, и ярмарку мы решили организовать. И самая большая сложность, самая большая была, что мы начали заниматься этим проектом с начала декабря. Эй, сказочный народ, встань в хоровод! И сразу две особенности именно этой елки. Во-первых, на территории всей площадки раскинуты островки вот такой вот настоящей живой хвоя, как здесь, на этой арке. Во-вторых, именно эта елка официально завершает череду открытий. Это значит, что в городе сейчас работают все новогодние площадки. Ромиш Айтулин, Роман Зинитинов, ТНВ, Казань. Выпуск продолжит информация о погоде, а больше новостей в наших социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. До встречи в новом выпуске. Всего вам доброго. Здравствуйте! О погоде через минуту. Давно мечтаете о новой кухне? Хотите качественно, в срок, да еще и со скидкой 20%? Звоните в Данилмастер 2-167-166 или приходите в Казань в Останье 23. По данным сервиса Яндекс.Погода в Бугульме, Баблахе, Ознакаево ожидается облачная погода. Ближе к вечеру возможны небольшие осадки. Прохладно. Минус 8-9 градусов. В набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге облачно, не исключен снег. Морозная погода сохранится до минус 10. В Агрызе, Менделеевске, Октаныши облачно, местами снег. К вечеру до минус 14. В Арске, Кукмари, Балтаси без существенных осадков. Минус 10. В Болгаре, Дрожженом, Буинске облачно, возможен снег. Минус 8-10 градусов. Такая же облачная погода ожидается в Альметьевске, Чистополе и Мамадыши, минус 10. Потрясающая рыба, икра красная и черная к праздничному столу. Морские деликатесы на различный вкус, а также другая продукция, которая вас удивит в магазине Азбука Океана. Вас ждут в Казани на Московской, 48. Рыба от сельди до семги и сибаса. Икра красная и черная. Морепродукты от креветок до мидий и осьминогов. Все по очень выгодным ценам. Где? В Азбуке Океана на Московской, 48, а также в торговых центрах Бахэтле на Павлюхино, 57 и Ямашево, 71А. Мясоперерабатывающие предприятия «Дуслык и Саламет» производители продукции «Халяль», выпускаемые под контролем Комитета по стандарту «Халяль» Придум-РТ, представляют широкий выбор колбасной продукции, мясных деликатесов, полуфабрикатов «Халяль». Также представлена линейка «Эко» и «Премиум». В столице нашей республики облачно. К вечеру местами возможен небольшой снег. Днем около 10 градусов ниже нуля. Ветер с северного направления, умеренный, около 3 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы, 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха повышенная, 82%. Магнитное поле Земли без заметных возмущений. На этом наш выпуск завершен. До свидания.